В парламенте Финляндии призвали правительство страны передать Украине танки «Леопард-2». По мнению двух финских депутатов, выступивших с таким предложением, западные танки способны значительно усилить боевую мощь украинской армии. «Танк «Леопард-2», созданный в Германии, идеально подходит для этой цели. С конца 1970-х годов были созданы тысячи его модификаций в Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Испании, Норвегии, Польше, Финляндии. Это один из самых распространённых западных танков, превосходящий советские поэффективности. Из совместного письма депутатов парламента Финляндии Андерса Адлер Кройца и Ате Харьянне. В Финляндии есть около двух сотен танков «Леопард-2». И хотя из-за географических ограничений не удалось бы передать Украине большое количество такого оружия, депутаты считают, что это будет сигналом для других стран Европы, которые пока отказываются поставлять эти танки Украине. У нас пока просто не хватает танков в необходимом количестве для того, чтобы вести боевые действия более эффективно. Во-вторых, мы были бы более мобильными, то есть гораздо быстрее могли бы продвигаться и делать какие-то прорывы. Ну и их плюсы – это высокая защита экипажа и точность. Например, советский танк. Ему нужно два, три, четыре выстрела, чтобы поразить цель. А «Леопард» известен тем, что он какую угодно цель уничтожает с первого, максимум со второго выстрела. Великобритания планирует поставлять Украине в следующем году сотни тысяч артиллерийских боеприпасов более чем на 300 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании. Министр обороны страны Бен Уолли заявил, что в целом Британия выделит 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на помощь Украине в 2023 году. «Ну, во-первых, Великобритания находится в авангарде усилий по оказанию помощи Украине. Совсем недавно мы поставили тысячи зенитных ракет, чтобы помочь сбивать иранские беспилотники, которыми Россия сейчас стреляет довольно неизбирательно, как по критически важной инфраструктуре, так и по гражданским районам. И мы продолжим оказывать любую поддержку в 2023 году, чтобы убедиться, что Украина может защитить себя». Япония уже предоставила Украине 1 миллиард 100 миллионов долларов финансовой, гуманитарной и военной помощи и намерена выделить ещё 500 миллионов долларов. По закону Япония не может напрямую предоставлять оружие, однако японское правительство решило поставить нелетальное снаряжение, в частности дроны, каски, бронежилеты, зимнюю одежду, а также аптечки и пайки. «Мы продолжаем расширять список, и сейчас мы ведём переговоры с украинскими коллегами о возможности предоставления технологий двойного назначения. Мы обращаемся к тем странам, которые ещё не определились со своей позицией по поводу этой войны, или к тем странам, которые всё ещё сохраняют нейтралитет. Таковы цели нашего дипломатического подхода. Так мы пытаемся убедить их поддержать Украину или участвовать в международных санкционных режимах». Мацуда Кунинори, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине, в интервью агентству «Интерфакс Украина». Нидерланды уже оказали Украине военную помощь почти на 1 миллиард евро. Также там планируют предоставить украинской армии тяжёлую военную технику. Общая стоимость очередного пакета составляет 120 миллионов евро. Вместе с США Нидерланды поставят 90 модернизированных и капитально отремонтированных чешских танков Т-72Б. «Поскольку мы являемся свидетелями того, как Путин ведёт эту бессмысленную войну, лишая украинцев тепла и электроэнергии, наше послание заключается в том, что мы не оставим Украину замерзать. Политическая, военная и гуманитарная поддержка будет продолжать поступать в Украину столько, сколько потребуется», – Кайса Алонгрин, министр обороны Нидерландов, в Твиттер. Ранее в Чехии заявляли, что намерены производить вооружение для Украины в больших объёмах. С этой целью в страну приедут тысячи украинцев, которые будут работать на чешских предприятиях по производству оружия. Сначала будет произведена модернизация и ремонт мощностей, а уже затем начнётся изготовление боевой техники.